Уважаемые братья, как мы сказали, на следующей неделе наступают самые любимые дни перед Аллахом, и самые, как мы можем сделать великий акцент в эти дни, побольше упоминать священную Аллаху. Как сказал Рух Мухаммад сказал, попрощая с сахабам, не указали вам на самые лучшие дела, самые лучшие перед вашим Господом, перед солдатами, который поднимет вас в сетенях выше, приблизит к вас к Аллаху, на что сахабы сказали, ухажена, скажи нам, посланник Аллаху, на что, салам Аллаху, а салам сказал, попоминать священную Аллаху. Это поклонение, уважаемые братья, каждый может его сделать, и старый, и молодой, и бедный, и богатый, и мужчина, и женщина, для этого поклонения не нужно брать отдельное омоление, или покупать билет, чтобы куда-то ехать, для того, чтобы совершить фикр, чтобы упоминать Аллаху, субханаму а-та'алам, не нужно тратить какую-то сумму, доправляться всегда, постоянно мы можем упоминать Аллаху, субханаму а-та'алам. Один из сахабов сказал, посланник Аллаху, салам Аллаху, поистине, что касается жариата Аллаха, поклонений, очень многое собралось в моей голове. Один раз ты говоришь о достоинстве хаджа, о достоинстве ушмра, о достоинстве салата, после этого скажут, «Саду, и лилия, суда, и на нам, и на нам, и на им, и на счет, и на способные спрятания, поистине». Укажите меня, посланника Аллаха, салам Аллаху, салам Аллаху,, салам Аллаху, это самое лучшее дело, которое поэтому я стал притеживать и постоянно делать. То есть, биханаллах, альхамдуллях, всех поклонений Алием, приб Tionul, приписали на Вс Fer difficulties. И, бerm музика, поистине яь, говорит о достоинстве намаза, салата, поста. Сахар сказал, покажи мне одно самое лучшее тело, которое я постоянно придерживался и выполнял бы его. Фатал, Расул Аллаху, салаллаху алейху ассалям. Так когда Маль-Ибдадаль рассказал все поклонения, и потом одно из всех поклонений выделено и сказал, Пусть твой язык всегда будет мокрым, от упоминания Аллаху субхану ассалям. То есть когда человек много упоминает, но есть некая работа цена-то с меня, пускай постоянно на твоем языке будет Аллаху субхану ассалям. Роб Мухаммад, салаллаху алейху ассалям сказал, когда я поднимался в небеса во время Ишрава в Миража, встретился с отцом Ибрахимом алейху ассалям. Ибрахим алейху ассалям сказал, «Аллу Мухаммад, передай свое уме салям от меня». И сказал, что ра-Альху, «джанна, у нее хорошая почва для того, чтобы там что-то посадить». И земля ее плодотворная. И посев в раю, субхана Аллах, вальхамду лиллах, вала лиллах, валлаху акбар. То есть это посев, который человек заберет его, пожнет в райской обители. Как ученые говорят, каждый, кто вот эти тазкары повторяет, Аллах даст ему посев в раю, который его ждет в день суда в райской обители. И так же Аллах, субханаму ата'аллах, позорил мунафиков в Коране. Несмотря на то, что верующие поминают Аллах, и мунафикы тоже поминают Аллаху, субханаму ата'аллаху, лицемеры тоже поминают Аллаху, субханаму ата'аллаху. Но однако, лицемеры поминают Аллаху, сугpenя Мала. Как сказал субханаму ата'аллах, а верующие поминают много Аллаху. Потому что их сердца переполнили любви по отношению к Аллаху, субханаму ата'аллаху, они любят Аллаху, субханаму ата'аллаху. И постоянно поминают себя вечно Аллаху, субханаму ата'аллаху. Аллах описывает лицемеров в Коране и сказал Лицемеры, когда стоят читать намаз, они с ленью молятся. У них лень. Верующий человек спешит, любит молиться, любит бухгалят с Аллаху. Даже ночью без будильника может проснуться, потому что его сердце скушает. А это лицемеры, они читают намаз с неохотком. И поминают Аллаха совсем чуть-чуть, говорит Субханава Таааа. Они поминают Аллаха, и Аллах Субханава Таааа сказал, что мало поминают Аллаха Субханава Таааа. А что касательно, потому что они не думают об Аллахе. Почему мало поминают? На первом месте у них их семья, на первом месте у них эти дунья, дела, эти дунья, их имущество, их деньги. А на втором только Аллах Субханава Тааааа. А что касается верующих, когда Аллах Субханава Тааааа, Когда обращается, Субханава Тааааа, к верующему, говорит, Обращение почета, Аллах ко мне обращается, как прекрасное обращение. И когда Аллах обращается, в этот момент мы понимаем, Аллах что-то хочет сказать нам, брать. Или запретить то, что принесет нам вред, или приведевать нам приказать то, что принесет нам в пользу. И когда Аллах нам говорит, мы сердцами должны слушаться. Когда тебе говорит, отец, сынок, или мама говорит, как им стрепетом слушать, внимательно? Или когда начальник на работе говорит, к тебе обращается, как ты его слушаешь? А когда создадите, суп-ханилу, я июля тааана, мы сердцами, да, вискуранисты, просто на сердце. И говорит, да, бейте, мы перед тобой, суп-ханилу, я июля тааана. поминайте аллаха много и восхваляется утром и ночью привязанности его сердца с аллахом и над чем больше он поминает аллах тем он выше когда он похвалил верующих и рассказал нам о цитатах какие же они должны быть верующие мусульмане мужчины и мусульманки женщины верующие мужчины и верующие женщины покорные мужчины покорные женщины правдивые мужчины против женщины терпеливые мужчины 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 И во всех этих цитатах, во всех этих описаниях Аллах не упомянул слово «много», не сказал «много постящейся», не сказал Аллах, «много дающей садака». Но дальше последнее, десятое качество «вы за кири Аллаха кафира», и те, кто вспоминает Аллаха кафира, «много», и женщины, которые много вспоминают Аллаха, Аллах только в этой ситуации сказал «много поминает Аллах». «Адда Аллаху и ламдал хирак ахат чадан азима». Аллах докула для них прощение и великую награду. Прощение за Игорь, которые они совершали, и награду, которые дела не делают Аллах, который увеличивает Аллах. Поэтому Аллах сказал «фикр, поминание Аллаха должно быть много, кафира, чтобы твой иман был правильным, кафира, чтобы твой иман был правильным перед Аллахом. Так же, когда Аллах в Кур'ан упоминает сифат «у-ли-ль-Альбаб». «У-лю-ль-Альбаб» – это отдельная категория, отдельная элита из мусульман перед Аллахом, обладателем разума, обладателем мудрости, обладателем иман, богопоязненности, когда Аллах сказал «иннадли хальты санал айтвадав». Поистине, в создании небесной земли. То, что день имеется на ночь, ночь имеется на день – знамение для обладателя разума. И первые из цитя, о которых кто-таки обладатель разума? «Аль-дзина яд-куруля Аллаха тият Аллаху уудам у аль-адж-любихи». «Ой, это фат каруны фи-хатты санал ахвати в Аллаху». Это те, которые вспоминают об Аллахе, стоя, сидя на боках и размышляя о создании небес и земли. Вот эти Аллаху у халат и хвалят Аллаху у аль-адж-любихи, которые всегда, когда он идёт, пешком вспоминают об Аллаху. Поэтому их сердца, их языки, их сердца были заняты упоминанием Всевышнего Аллаха. Как пришел один из, пришли люди к Хасану Басли, один из них сказал, у меня нету имущества, нету богатства, что мне делать? На что Хасан Басли сказал, просил Аллаха Субхану Басли обращения, второй подошел и сказал, у меня нету детей, что мне делать? Проси прощения, третий подошел и сказал, у меня есть сад, нету дождей и ничего там не растет, что мне делать? На Аллаху Басли обращения, проси прощения, и потом учили и сказали, они пришли к тебе с разными вопросами, а ты ответил одним ответом, просите Аллаха прощения, на что он сказал, Если будете просить Аллаха прощения, Аллах Субхану Басли, даст вам бильный дождь, даст вам богатство, даст вам детей, потомство и даст вам реки, которые будете, сады и реки, которые будете поливать свои сады. Поэтому здесь цена Пасли обнимали, из этого момента, что постоянно нужно упоминать Аллаха Субхану Басли и просить у него прощения. Просите Аллаху прощения, просите Аллаху прощения. Более 100 раз прошу прощения, Аллах Субхану Басли. Просите Аллаху прощения, Аллах Субхану Басли и просите Аллах Субхану Басли и просите Аллах Субхану Басли. Аллах Субхану Басли и просите Аллах Субхану Басли и просите Аллах Субхану Басли. Аллах Субхану Басли и просите 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 Аллах Субхану Басли сразу, как только ты чувствуешь грусть, как чувствуешь боль, когда ты чувствуешь какую-то радость, ты тут же вспоминаешь об Аллахе. Субханалу ва Та'але. Значит ты постоянно вспоминаешь Аллаху. Поэтому некоторые люди, Субханалу ва Та'але, говорят, Субханалу ва Та'але, встречался с такими людьми, на которых нет, они никогда не вспоминают об Аллахе. Не молишься, и говорят, я последние слова скажу, не сможешь сказать последние слова, если ты не жил, если на твоем языке ты чувствовал какую-то боль, или внезапная ситуация была, ты не вспоминал Аллаха, ты не сможешь, когда увидишь Ангел смерти, сказать, кто-то на чем жил, на этом и врет. Поэтому пророк Мухаммад сказал, кто-то упоминает Аллах, он живой. А кто-то забыл об Аллахе, что он мертвый? Он мертвый. И так же, опять же, когда мы, рождается ребенок, первое, что мы говорим, Аллаху. Пророк Мухаммад сказал своим внукам, Аллаху, чтобы он первое, что слышал, это писать, это не на вас, братец. А что? Фикру Аллаху и Ди'ала. А это? Фикру Аллаху и Ди'аллаху. Поминание Аллаха, через которое призывается к Аллаху и Ди'ала. И так же, Раду Хаммад сказал, Кто-то, у кого последние слова будут в этой дуне, он зачет в рай. Последнее слово, когда ты достаешься с этой жизнью, когда ты видишь Ангел смерти, последнее твое дело здесь. Фикру Аллаху, поминание Аллаха, Субхану и Ди'ала, то это человек зачет в рай. Если человек жив, а ла и ла и ла и д Аллаху, если постоянно фикр повторялся, вспоминал Аллаху, посмотрит ему сказать, ла и ла и ла и ла и д Аллаху. То, что на протяжении жизни человек упоминал Аллах, это ла и ла и ла и ла поможет ему, дабы вся его старина и вечная жизнь была в рай. Субтитры создавал DimaTorzok